МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Продолжаем говорить на тему ЖКХ. Сегодня в нашей программе мы поговорим на очень важную тему для населения. Это как выбрать управляющую компанию, чем именно она должна заниматься и сложно ли ее сменить. Подробнее на эти вопросы сегодня ответит мой гость в студии Виктор Иванович Чисовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Карнтроль». Здравствуйте, Виктор Иванович. Ну а вторая моя гостья в студии расскажет про позитивный опыт управления многоквартирным домом и о благоустройстве. Лариса Ивановна Игнатьева, председатель Совета многоквартирного дома номер 178 по улице Новосадовой. Здравствуйте, уважаемые гости! Ну, давайте начнем нашу с вами беседу. Конечно, будем говорить сегодня про позитивный опыт, потому что действительно в нашем городе он имеется. Ну а вначале начнем о заявленной теме, Виктор Иванович, о управляющей компании, о ее роли. Но вот все-таки в многоквартирном доме нужна управляющая компания? Несомненно, нужна. Почему? Потому что, ну, собственники живут в многоквартирном доме. Каждый живет в своей квартире. Но кроме своей квартиры есть общее имущество дома. Есть подвалы, есть чердаки, есть крыша, есть инженерия, которая во всем доме находится. Кто-то должен за ней смотреть, кто-то должен ее ремонтировать, приводить в порядок, переводить на различные режимы работы. Вот для этого как раз и существует управляющая организация. И в жилищном кодексе определено три способа управления домом. Это управляющая компания, ТСЖ и непосредственный способ управления. Но непосредственный способ мы сейчас не будем говорить, хотя у нас в области, кстати, 25% домов имеют непосредственный способ управления. Это маленькие дома до 30 квартир. Но там что? Они также заключают договор только с обслуживающей компанией, которая также занимается вопросами обслуживания общего имущества. Поэтому управляющие компании обязательно нужны. Эта деятельность лицензированная. Управляющая компания обязана иметь лицензию на управление многоквартирным домом. Спасибо. Лариса Ивановна, сегодня мы все чаще говорим о советах многоквартирных домов. Но вот на ваш взгляд, что они из себя представляют? И самый главный, наверное, здесь вопрос, зачем они нужны? Ну, они очень даже нужны в плане совета дома, потому что раньше это были старшие по дому. Единственный человек, который принимал собственное там решение, ну, может быть, согласованно, может быть, не согласованно. По-разному проходили эти совещания и собрания. Сейчас то, что касается совета дома, это очень удобная форма управления, потому что не один человек решает какие-либо вопросы. Это целая группа, которая избирается на собрании, протоколом, все засвидетельствовано. И если возникает какой-то вопрос, мы собираемся и сообщаем, все решаем. То есть не я одна, как председатель совета дома, а есть целая группа. Подчас разные мнения. Нужно спросить у жителей, нужно собраться, нужно определить, какие вопросы главнее порешать. То есть это вот такое управление, оно способствует лучшему пониманию жителей, что нужно собственнику. Да. Виктор Иванович, ну вот какие критерии нужно обязательно учитывать, если стоит выбор управляющей компании? Расскажите, пожалуйста. Ну, давайте так. Есть такое понятие рейтинг управляющих компаний. Он осуществляется по итогам предыдущего года. Вот сейчас в 2023 году будет готовиться рейтинг деятельности управляющих компаний в 2022 году. На сегодня существует рейтинг управляющих компаний по итогам 2021 года. Этот рейтинг осуществляет государственная жилищная инспекция. Но мы, как общественники, как ЖКХ «Контроль», как общественная палата Самарской области, дополнили вот эти критерии, которыми оценивалась управляющая компания, мы внесли туда еще пять пунктов, которые касаются вопросов. Первое. Взаимоотношение управляющей компанией с Советом дома. Работает или не работает? Как выполняются заявки? И еще ряд моментов, которые касаются непосредственно деятельности собственников. И на сегодня вот этот общий рейтинг, он опубликован на сайте Государственной жилищной инспекции. Там можно посмотреть, какая из управляющих компаний, какие баллы имеет. Чем выше балл, тем лучше управляющая компания. Это первое. Второе. По линии общественной палаты мы делаем опрос жителей по оценке деятельности управляющей компании. И это совсем другой рейтинг. То есть здесь сами жители дают оценку каждой управляющей компании. Этот рейтинг опубликован на сайте Общественной палаты Самарской области. Там в разделе «Полезная информация» и оценка деятельности управляющих компаний собственниками. Это первое. То есть есть с чего начать. Посмотреть эти вот рейтинги и то, что говорят собственники. Второе. Надо посмотреть, когда эта компания сформирована. Долго она работает на этом рынке? Недолго. Сколько домов у нее? И если есть возможность прийти во двор в одного из домов и просто поговорить с жителями. А как вообще управляющая компания-то? Потому что на словах может быть все. А вот когда пришли, зашли и посмотрели, а как убирать территорию, а как она работает с жителями и прочее. И все станет ясно. То есть вот это основное, на мой взгляд, при отборе управляющей компании. И, кстати, 161 статья, 161 пункт 1 Совета малоквартирного дома, она как раз предполагает, что председатель Совета дома имеет право и возможность рассматривать управляющие компании и сравнивать их для того, чтобы потом предложить Совету дома, если есть такая необходимость, сменить управляющие компании. сделать выбор. Да, вот мы об этом обязательно поговорим с вами. Лариса Ивановна, ну вот расскажите о Совете, который возглавляете вы сами и какой опыт вы приобрели за это время? Опыт колоссальный, потому что, как я уже говорила, раньше был старший потом, он принимал решения. Сейчас у нас команда. Мы многие вопросы решаем очень положительно. То есть разрабатывается программа, определяются главные вопросы. Ремонт дома – хорошо. Давайте сделаем ремонт. Кто за? Проводим голосование, заочное голосование. Сейчас это, кстати, очень удобная форма, потому что не все могут собраться в одночасье. Там, скажем, выходные дни, все заняты до будней, тоже все работают сложно. Поэтому заочное голосование очень выгодно проводить в каких-либо вопросах. Мы распечатываем, делаем такой бегунок по вопросам, кто за, кто против, какие вопросы, что в приоритете, что нам необходимо сделать. И это довольно-таки успешно решается. Ну вот все-таки нужно какое-то, может быть, специальное образование или посещение семинаров, чтобы разбираться в тонкостях ЖКХ, которых очень и очень много. Конечно. И семинары тоже, как большое подспорье, мой дом, управляющий компанией совместно с нами тоже эти семинары посещает. И администрация промышленного района, начальник нашего микрорайона Игорь Михайлович. Ну, то есть у нас на самом деле команды. То есть не мы одни это все принимаем, какие-то решения и сами там барахтаемся в своем собственном доме, да, а привлекая все общественные и административные ресурсы, мы это все решаем. Еще такой немаловажный вопрос, который волнует жители, как правильно составить договор с управляющей компанией. Может быть, есть какой-то экземпляр, который можно взять за основу. Ну и, конечно, где искать помощи вот в этом вопросе, когда, ну, действительно, жители сами не могут разобраться, ведь согласитесь, не все юридически грамотные, подкованы. Я вот в продолжение предыдущего разговора ЖКХ «Контроль» за прошлый год провел более 60 обучающих семинаров, а квалификационный центр ЖКХ «Энергетики» более 200 обучающих семинаров, это по всей области. И вот по проекту «Мой дом» 258 обучающих семинаров было проведено, 12 тысяч там приняли участие, и наши вебинары просмотрели более 42 тысяч жителей области. Что касается договора, значит, первое, у нас в области принят модельный договор управления многоквартирным домом. Он размещен на сайте Государственной жилищной инспекции Общественной палатуры Самарской области. Его готовили депутаты Губернской думы, Общественная палата, ЖКХ «Контроль» и Государственная жилищная инспекция. Да, он сейчас требует определенные корректировки, но за основу его можно брать. Это договор, который действительно составлен в интересах собственников. То есть, если вы хотите сменить управляющую компанию, вы должны в первую очередь спросить у новой управляющей компании, которую вы хотите взять. Уважаемые, вы берете какой договор будете заключать с нами? Если они скажут, модельный договор мы берем, значит, это говорит о том, что эта управляющая компания в принципе готова открыто работать с вами. Поэтому здесь больше доверия. То есть, первое показательное же добросовестность управляющей компании. Больше доверия ей, да. Поэтому модельный договор, он крайне необходим, мы его будем совершенствовать. Сейчас, кстати, вот буквально позавчера отправил его в Москву, потому что сейчас рассматривается вопрос о подготовке единого договора управления. И вот наш модельный договор, который мы сделали в Самарской области, хотят взять за основу. Им очень понравился этот модельный договор. Поэтому мы тоже выходим уже на федеральный уровень. Я думаю, что это будет... Показатель эффективности работы как минимум. Это будет очень интересно. Почему? Потому что договор это основа взаимоотношений с управляющей компанией. Чем четче мы распишем все моменты, тем потом легче нам будет с ними работать. Кстати, вот в этом модельном договоре специальный раздел предусмотрели, четвертый раздел взаимоотношения управляющей компанией с советом на квартирном доме. Четко прописали, что должна управляющая компания предъявлять совету дома, как совет должен, допустим, контролировать деятельность управляющей компании. То есть все вопросы там зафиксированы. Спасибо. Второй год подряд при поддержке городской власти по инициативе губернатора Дмитрия Азарова для управляющих квартирным домом проходит семинара «Мой дом». Жителям рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться, заняясь коммунальными вопросами и как их решать. На одном из таких семинаров в промышленном районе города побывала Светлана Кудрявцева. Правовая помощь, содействие активным жителям, повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и всех активных жителей промышленного района Самара провели обучающий семинар «Мой дом». На обучении подробно рассказывают о системе ГИС ЖКХ, законе о тишине, который действует в Самарской области. А сами активные председатели советов МКД делятся опытом управления многоквартирными домами. Безусловно, это важно, потому что даже сегодня нам пришлось задействовать ДК «Победа», потому что много желающих появляется. И с каждым семинаром все больше и больше. Сегодня собралось порядка ста человек председателей ТСЖ, ТСН и старших по домам со своими злободневными вопросами, проблемами. Проблемы благоустройства дворов, проблемы с взаимодействием с управляющими компаниями, проблемы по ремонту своего жилого фонда. Люди зачастую не знают, как правильно написать обращение, куда обратиться с той или иной проблемой. И вот данные семинары как раз признаны эти пробелы восполнить и научить наших граждан ориентироваться в сфере ЖКХ. Полученные знания позволяют самарцам повышать свою компетентность и ориентироваться в структуре жилищного законодательства, а также плодотворно работать с ресурсоснабжающими организациями фондом капремонта и ГЖИ, представители которых тоже регулярно присутствуют на семинарах. Председатели и управдомы узнали подробнее о системе ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммуналку, передавать показания приборов учета, отслеживать работу управляющих компаний, проводить голосование собственников онлайн. Это упрощение работы, это ближе мы идем к населению, люди реально чувствуют и понимают, что они принимают участие. Это делается прозрачность и безопасность в голосовании. И опять же, мы не тратим время на отвезти в ГЖИ, мы можем, сроком, автоматически это выкладывается тот же самый протокол. На предыдущем семинаре были много вопросов и по неживанию, и по ГЖИ, и по голосованию. Получили в полном объеме и все решили вопросы. Для участников семинара организаторы подготовили наглядный материал. Каждому выдается рабочая тетрадь председателя МКД, где можно найти ссылки на нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ и бланки образцов заявлений. В Самаре также продолжает работу бесплатный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей советов многоквартирных домов, по которому все желающие могут получить консультацию, записаться на семинар или оставить обращение. Ну что же, продолжаем разговор. Каждый многоквартирный дом, как известно, располагает прилегающие территории, которые время от времени требуют благоустройства. Свой вклад в обновление дворов, конечно, вносят активные жители. Расскажите, пожалуйста, какой положительный опыт есть у вас, Лариса Ивановна? Опыт действительно положительный, потому что заинтересованность наша, активистов нашего двора. Двор, кстати, состоит из 11 домов. Он такой у нас очень компактный и очень удобный для работы в нем. Был разработан проект. Горда тем, что поспособствовало развитию этого проекта решения этих вопросов с министерствами, с администрацией, с жителями. То есть этот проект, мой двор, моя зона, моя территория, были сделаны парковки для автомобилей. Вы не поверите, стояло всего 56 машин. То есть у 11 домов, ну, тогда лет 10 назад, наверное, лет 6 назад, 50-60 машин. Сейчас машин намного больше. У нас сейчас 300 машин умещаются в нашем дворе за счет того, что мы сделали парковочные места дополнительные. Дворники, управляющая компания, расчистка от снега, сейчас это очень, кстати, тоже актуально, и зеленые насаждения, и субботники, которые мы проводим, собирая жителей. Раньше, ну, там, 5-6 человек от дома, сейчас это целая команда выходит, все убирает, сажает зеленые насаждения. Все уже настолько привыкли, что даже к этому субботнику приносят там свои посадки, сеют цветы, привозят с дачи свои зеленые растения, все это сажается, благоприятно, растет и радует глаз всех нас. И детские площадки, и парковочные места, и зоны отдыха для наших жителей, все в нашем дворе, все очень успешно и удачно. Да, ну, потому что уже положительный опыт есть, он реализован, и вот, кстати, а как вы, когда решали вопросы на все эти благоустройства, как вы взаимодействовали с администрацией вашего района, и наверняка ведь были какие-то вопросы, которые нужно было решать с властями. Как вы это все сделали? Ну, все в силу человеческих возможностей, опять же, потому что, на самом деле, проблем было очень много, строители меняли дорожное покрытие, меняли тротуары, меняли, всю зону пришлось вскрывать ливневки. Ливневки были все забиты. И, кстати, глава района Семенов тогда очень активно тоже принимал участие вообще непосредственно. И отдел благоустройства района постоянно выезжал на территорию. И мы с этим вопросом просто встали в тупик. Чья ливневка? Мы не могли найти ответ на этот вопрос. То есть, никто не признавался, чья это, собственно, ливневка, и кто ее должен обслуживать. Ну, несмотря на это, промышленная администрация нашла выход, пригнали технику, почистили. Все сейчас, все работает, и все замечательно. То есть, по любому вопросу, который возникает, и если мы не можем решать это все на собственном уровне, да, советом двора. У нас, кстати, и такое есть. У нас и есть инициативная группа очень активных молодых людей, которые очень, ну, непосредственно принимают участие в работе всего двора. Вот. И все получается. Все получается, и мы очень рады и горды тем, что вот имеем сейчас такой позитивный опыт такой работы. Подтверждение ваших слов. Встречая серьезную проблему, вот кто-то отчаивается, а кто-то пытается взять ситуацию в свои руки. Вот председатель Совета Магоквартирного Дома по улице Новосадовой добилась того, чтобы благое устройство двора Магоквартирного Дома сделали по ее собственному проекту, который одобрили жильцы. Своим опытом она поделилась с нашей съемочной группой. Лариса Ивановна, давайте посмотрим сюжет про вас. Попала под сокращение. Мне нужно было себя куда-то девать. Вот я себя и делала. Я стала председателем Совета Дома. Вот, навела порядок в доме. Вот, потом я начала заниматься двором. Дом сделан большой ремонт всего подъезда, внутреннего пространства. Заменены лампочки или чек на шумовые, то есть идет полная экономия электроэнергии, чему мы, собственно, очень рады. Нам сделали лестничный марш, потому что очень сколько у нас единственный этот дом, который имеет вот такой вот маршевый ход. Была проделана очень большая работа. Вы не представляете, здесь где-то лет пять назад стояли гаражи. Гаражи, был мусор, неухоженные территории. Машин умещалось, ну, где-то порядка пятидесяти. Всего вот всех этих десяти, одиннадцати наших домов. Я нарисовала проект, показала этот проект, и, вы знаете, администрация пошла нам навстречу, и этот проект вот теперь у нас имеет место быть. стоят порядка трехсот машин. Мы разработали флайер специально под наш двор с номерами телефонов, когда машина стоит, чтобы обязательно флайер этот присутствовал. Сейчас зима, снег, расчистка двора, чтобы мы беспрекословно могли убрать и почистить, и это все удобство как раз для жителей. Позвонили, убрали, почистили, и нам хорошо, и администрации замечательно, все быстро, четко, понятно. Мы создали три чата. Это очень оперативно решаются все вопросы, и я, естественно, тоже в этом во всем живу. Мы настолько сейчас сдружились с всем двором, что любой вопрос мы решаем на ура. К субботнику пришлось даже стихотворение написать, чтобы привлечь жителей. Раньше выходило там три-четыре человека, все, сейчас выходит порядка там тридцати, и настолько все это быстро, оперативно, дружно, с песнями, потом собираются дети. Я горда тем, что я принимаю участие в этом во всем, и я себя реализую как член общества. Я как управляющий микрорайоном очень много общаюсь с людьми. 57 домов, огромная территория, 12 планет и жителей. Ну, я вижу человека. И у нас сразу сложились взаимоотношения хорошие, мы понимаем друг друга. если что-то происходит в отсутствии меня, сразу звонок мне, та или иная проблема, выходим на место вместе, обсуждаем, принимаем решение, дальше уже по инстанциям раздаем. Яркий, положительный пример работы старшего ПВМКД. При ремонте входной группы в подъезд Лариса Ивановна контролировала этот процесс. Была применена смесь, не предназначенная для укладки плитки на улице. После подключения ее к этому вопросу подрядчик заменил смесь и плитка была уложена на тот рассор, который нужно было. Приложила свое усилие, получили результат. Плитка лежит, входная группа работает. Для достижения любого результата нужно всегда желание человека. Главное видеть проблему, желать решить эту проблему и не искать причины, а просто брать и делать. Виктор Иванович, давайте вернемся к теме управляющей компанией. Скажите, пожалуйста, самый частый, наверное, вопрос у новоселов, а с какого времени нужно оплачивать услуги управляющей компании? Расскажите, пожалуйста. В жилищном кодексе четко прописано, когда наступает период оплаты. Значит, с момента приема квартиры, то есть подписания акта о том, что вы приняли квартиру, наступает срок оплаты за жилищно-коммунальные услуги. То есть и, пожалуйста, получаете квитанцию и должны оплачивать. Ну, а вот все-таки какие услуги входят в обязательный пакет, от чего это зависит? Кстати, кем и чем регламентируется, потому что это вопрос, который тоже часто волнует жителей. Ну, смотрите, наша квитанция состоит из двух частей. Первое это жилищные услуги, куда входит содержание, текущий ремонт, взноса на капитальный ремонт, коммунальные услуги на содержание общего имущества. Это все содержание. И коммунальные услуги. Это холодная, горячая вода, водоотведение, электроэнергия, газ, тепловая энергия и твердые коммунальные отходы. Если прямые договоры у собственников с ресурсоснабжающими организациями, то им приходят отдельные квитанции с каждой ресурсоснабжающей организацией за ту или иную услугу. Что касается жилищных услуг, то это выставляет управляющая организация. И эти услуги обязательно необходимо оплачивать. Были ли вы, не были ли вы в квартире, но за содержание общего имущества дома вы в любом случае должны оплачивать. Вы можете не оплачивать в случае, если какие-то услуги вам не оказаны. Но для этого должен быть акт о том, что такая услуга не оказана и должен делаться перерасчет управляющей компанией. Все остальное вы должны оплачивать. Виктор Иванович, а вот посоветовали бы вы жителям, ну и конечно председателям советом квартирного дома, если компанию к примеру недавно выбрали, сходить на прием к директору управляющей компании, побеседовать, рассказать о текущих проблемах, о наболевших вопросах озвучить их? Несомненно. Встречи такие должны и на мой взгляд инициатором должен выступать руководитель управляющей компании. Он в первую очередь заинтересован в том, чтобы выстроить отношения с советами домов. Почему? Потому что если он не будет встречаться с председателями советов домов, он будет встречаться с десятками, сотнями обычных собственников. Оно ему нужно? Нет. Поэтому когда приходит председатель совета дома, он от имени всех жильцов в принципе рассказывает, что нужно дома. Поэтому мы всегда говорим и руководителям управляющих компаний, уважаемые, всегда работайте с председателями советов домов. Собирайте их, приглашайте, выслушивайте их мнение и на основании их предложений выстраивайте свою работу, свою управляющую компанию. Поэтому обязательно. Вы знаете, Лариса Ивановна, когда приходят ваши коллеги, я имею в виду сейчас по общественной работе к нам в программу совет моего дома, я неизменно всегда задаю вопрос. Конечно, безусловно, у всех у вас и ваших коллег активная жизненная позиция, но тем не менее, почему вы этим занимаетесь? Где вы находите силы, время? Ведь работа ваша неоплачиваемая, она на общественных началах. почему вы занимаетесь проблемами многих жителей многоквартирного дома? Ну, если не мы, то кто же? Да. Это мой девиз по жизни всегда. Всегда помогай, всегда оказывай помощь, если ты можешь, если ты способен это сделать, если у тебя есть для этого желание, возможности, ну и потребности. Да. Ну что же, спасибо. А по традиции нашей программы я хочу предоставить заключительное слово Виктор Иванович, Да, Ларис Иванович, как вы знаете, наш программ называется «Совет моего дома», но вот что бы вы могли пожелать современному собственнику жилого помещения и какой бы совет, конечно же, вы дали своему дому? Пожалуйста, Ларис Иванович. Откликайтесь на просьбы, никогда своего времени не щадите, не щадите себя, любите людей, уважайте себя и свое окружение. Виктор Иванович, пару слов. Значит, собственникам я бы посоветовал в первую очередь иметь в виду то, что кроме прав у них есть какие-то обязанности, то есть исполнение этих обязанностей. А советам домов я бы пожелал в первую очередь терпения, потому что это действительно сложная, трудная работа, работа с людьми, но она очень необходима. И чем активнее работает совет дома, тем лучше ситуация и в доме, и на территории. Ну а я лично верю в то, что если ты сегодня помог хотя бы одному человеку, этот день прожит не зря, и завтра помогут обязательно вам. Спасибо вам большое. Это была программа Совет моего дома. Надеемся, что ответы, которые озвучили мои сегодняшние гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Совет моего дома и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встречи. До свидания.